Ребята, в общем, огороду быть похоже. Будет первый опыт у нас в семье по огородосажанию. Приехал на стройку, за прицепом надо привезти еще один куботейнер. Подошел сосед, говорит, это там трактор пашет. Давай, будешь пахать? Я говорю, не знаю, я же не огородник. Он такой, давай, поши, поши. Короче, я посчитал, 20 метров, 20 метров, не знаю, на 15. Это что, 3,5 сотки у меня получается, да? Я готов под огород дать. Ну что, нормально? Ой, ребята, не знаю, правильно ли я вообще сделал, что я это все начал. Это жесть. Оказывается, все не так просто. Теперь мне надо все это чем-то прикатать, какой-то машиной грузовой. Только потом еще раз его вызвать, опять заплатить. Короче, весело, блин, в колхозе. Ну, вот так испорчен участок. Ну, не знаю, что, садоводы мы теперь. Ай, ладно, небольшой такой видос вам. Пожаловаться, ребят. Короче, теперь я еще и садовод. Ладно, поехали. Вот я заехал, блин, за прицепом. Наступило утро, и пришло осознание того, что я вчера натворил. Короче, распахал я это поле. Распахал его я по наитию, мне просто... Наитие, слово такое. Распахал его по совету соседа. Вообще, не понимая необходимость данной процедуры, просто взял и сделал. А сегодня, даже вчера вечером еще, пришла такая мысль. А кто будет заниматься этим огородом? Во-первых, потому что я на стройке все время занят, а жена может у меня приезжать туда только на выходные. Ну, детки, понятно, они вообще у нас еще мелкие, да? Кот. Второе. Я хоть и становлюсь деревенским парнем, но я еще по жизни-то городской. Я еще никогда этим не занимался, никогда ничего не садил. Хотя у меня рука легкая. Вы видели этот видос? Этот видос про сосенки, которые мы посадили. И они очень хорошо прижились. То есть, все, что я втыкаю в землю, все это растет. Иногда бывает, лопату воткнешь, черенок прорастает. Шутка. Так что, ребят, в принципе, садить я умею. У меня все растет нормально. Но как это делать и что садить, я вообще просто не в курсе. Поэтому по этим двум вопросам, ребят, буду просто очень рад, если вы дадите какие-то свои советы. Ну, первый вопрос, это как вы справляетесь с тем, чтобы и строить, и заниматься огородом, если вы этим занимаетесь. Ну, и второй вопрос, что, собственно, садить. Ну, понятно, картофан, конечно. В России без картофана никуда. Но надо же еще посадить какой-нибудь там лук, редиски, какие-то, может, деревья, кстати, деревья. Ну, сразу, вы уже видели, наверное, по моим рассказам о том, что я люблю хвойные, люблю, чтобы меньше было листвы. Но моя жена говорит, что она бы хотела посадить вишню. Вишню. Вот я думаю, то есть из кустарников мы, наверное, посадим вишню, да? Короче, следите за нашим каналом. Все будет круто. А мы приехали в садик, да, сын? Дай пять. Все, до следующего видео, друзья. Пока.